всем привет капитаны и так наконец-то я закончил ивент и получил вот такую замечательную пушку вот он берст и давайте сейчас попробуем ее испытать на ивентовом же патруле в чем ее главный прикол том что она во первых стреляет такими вот протоновыми зарядами и она перезаряжается во время того как вы используете другое оружие чего зарядов 6 они постепенно восстанавливаются вариантов стрельбы всего два первое это вы сами наводитесь второе это самонаведение на ближайшего врага статы паны по урону и по отбрасыванию ровно те же самые разницы исключительно в том кто наводится вы или система так давайте запускаем наше земель я хотел сказать но и дальше патруль одиночный почему взял джем хадара так сказать для больше чистоты эксперимента потому что джем хадар у меня относительно не прокаченный с относительно то чтобы плохими но простыми вот так вот она работает как видите разницы нету только вот обычно снаряда вы можете стрелять а у второстепенного мода с автонаведение вот есть небольшой откатик сейчас так вот он полетел вот еще один так вот и все вот снаряд закончить как видите я ничего не могу делать я переключаюсь на другое и пожалуйста продолжаем воевать а вот единственное что жалко что в интерфейсе по крайней мере вот я не вижу не отображаются количество зарядов которые установилась очень нужно вот видите переключать каждый раз то есть вот сейчас 2 было бы удобнее всего вот эта полосочка она была бы видна все время на самом деле но ничего страшного ну как видите дамаг очень приличный очень приличный раз давайте вот переключимся ну-ка у пожалуйста кританула и оба товарищи умерли но опять же надо понимать что играю я в обычную версию не в адвенс или элит это на уровне сложности нормал и как видите стараюсь практически не использовать никакие другие киты а вот и исключительно стреляю оружием и вот этой замечательной новой винтовкой хотя даже не знаю скорее ближе к гранатомету можно отнести как ведь особых пока проблем нету ну пока бежим что могу сказать я уже на нескольких персонажей попробовал в целом видите видите куда стрельнула еще бочечка в целом очень интересный девайс опять же требует он в принципе другой какой-то винтовки на основе то есть просто так бегать чисто с этим бёрстом там принципе можно но не особенно эффективно потому что нужно дожидаться когда он этот бёрст восстановится хотя бы один ну когда восстанавливается наносит будь здоров урона как мы видим какие мы злые так так а ну все мы но пока пока могу сказать что это гораздо лучше чем вот тот районовый кит который был за и event campaign в прошлый раз если тот этот районовый кит с очень большой натяжкой можно использовать при определенных билдах если ручить станет своих противников а вот то вот эту вот штуку на самом деле юзать можно на постоянку вот на самом деле вот за 14 лет в первый раз вот вижу чтобы разработчики сделали оружие из ну как не то что исключительно для второго слота а преимущественно как вспомогательный для второго слота скажем так то есть до этого второй слот он я не знаю кто его использовал то есть что там такое надо было положить во второй слот чтобы перри переключаться в основном все делали так первый слот ставили какую хорошую пушку ну тут уже пазборную пушку вот из делительного магазина ой делительное лобби магазина прошу прощения а во второй слот складывали нукарскую пуху которая за сюжет выдается и эта пуха нужна не для того чтобы ей стрелять а исключительно для того чтобы получить бонус в 2 процента шанса крита при использовании нукарского же щита сейчас вот с выходом с выходом вот этого оружия а как он правильно называется ну ка сейчас еще раз дайте он же к не кэнон же считается он просто протон бёрст может как по-разному обзывать я бы сказал что это что-то на вроде ракетные установки будем считать что это мини ракетница так тебя вот ну естественно то что я сейчас так бодренько раскладываю эту исключительно заслуга низкого уровня сложности я так думаю на адвенсе или на элитке уже бы не все так легко ложились но по крайней мере можно немножечко сопоставить наносимый урон обычным оружием вот с которыми сейчас бегаю и собственно вот этого протон бёрста окей мы вот уже практически подобрались к финалу сейчас вот дайте вот очень хорошо смотрите это получается троих за дело тут вообще по-моему четверых то есть вот в плане нанесения у я дамага право очень круто очень круто разносим всех вот интересно что будет если дать эту штуку кому-то из своих офицеров как они с ним будут обращаться но учитывая что офицеров только одно оружие то есть они не будут его эффективно использовать в том плане что им переключиться не на что поэтому да насчет того что додавать ли это оружие офицерам я бы не стал наверное вот тут надо опять же это по хорошему надо отдельно смотреть проверять как они его используют но опять же с офицерами с офицерами вы бегаете ну где на миссиях и на некоторых батл зонах в основном вы на все на те же ноты и фошка вы бегаете один вот сейчас уже посерьезнее момент поэтому нужно можно сейчас уже юзать весь свой арсенал сейчас можно даже будет и отъехать да да вот сейчас кто-то из моих офицеров скорее всего от едет надо им помочь так вот видите на перезарядке забыл поставить и все уже так попробуем милочки подложить и отбежать счеты поставлю на удивление пока никто из моих офицеров не отъехал лишний раз переключился ой-ёй-ёй-ёй-ёй вот элитный товарищ уже этот представляет кое-какую угрозу сейчас могу отъехать до позову кого-нибудь чем самое удивительное что задание это мы выполнили сейчас миссия не заканчивается исключительно потому что да вот я прилег так давайте посмотрим что у меня там у них от нее не у рома ус еще не доделан так ладно это мы забираем все ну вот так вот друзья вот наглядная демонстрация работы этого протон берста целом я доволен целом я доволен буду на всех своих персонажах его ставить как второстепенное ну и будем надеяться что они на этом не остановится и продолжит радовать нас вот такими второстепенными пухами чтобы так сказать разнообразить мету будем надеяться что какие-нибудь тоже вот такие вот гранатометики или что-то типа такого еще появится с разными видами урона ну наверное на этом и все друзья такой вот относительно длинный у меня ролик получился но хотелось показать именно эту штуку в действии показать на персонажи которые у меня ну совсем не сильные то есть у меня тут как видите даже ничего на 15 прокачано у него нет а на более сильном персонаж тут вообще она и будет играть другими красками все всем спасибо всем пока и увидимся в следующем ролике в следующем ролике